С 1 сентября Казань вместе с рядом других городов, за исключением трех определенных, лишится процедуры согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Вице-премьер России Марат Хуснулин решил упразднить процесс согласования проектов застройки с муниципалитетами. Соответствующий момент имеется в пакете поправок к градостроительному кодексу страны, которые могут начать действовать уже с осени. Возможность согласования архитектурно-градостроительного облика города может остаться только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. На взгляд обывателям может показаться, что исключение сделали лишь городам федерального значения, где своевольность недопустима. Для столицы республики Татарстан и других городов, где такое согласование было обязательным, действует отсрочка, которая истекает через три месяца. На мой взгляд, это не приведет к улучшению архитектуры российских городов, это однозначно. Потому что уже сегодня можно наблюдать, там, где нет архитектора в малых поселениях, среда, конечно, деградирует. Но, конечно же, архитектурную составляющую я бы не отменял так лихо и не оставлял бы только в трех городах. С точки зрения архитектуры, архитектурного наследия и значимости городов, чем, не знаю, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург отличаются от Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга. В сокращении административных барьеров есть несколько существенных нюансов. Один из которых – как в конечном итоге будут выглядеть города, если архитекторы станут реализовывать свои проекты без оглядки на градостроительное окружение? В следствии этого напрашивается еще один не менее важный вопрос – чем же обусловлен выбор городов, претендующих на грамотные архитектурные решения? Ведь региональные – ничем не хуже. По словам архитектора Гульнара Акбаровой, в городах без архитектурного согласования может начать прорастать самый настоящий беспредел. В таком случае отмена согласования фасадов окончательно развяжет руки невежеству. Если вот такая утопия настанет у нас, то что все это отменяется и каждый делает, что хочет, мы просто будем жить в хаосе, в помойке. То есть у нас есть в России такие регионы, где архитектурная деятельность, согласование архитектурных объектов полностью упущено. По факту это такие фавеллы, кто что хочет, тот то и делает. На данный момент в республике продолжают действовать методические рекомендации к обмену Татарстана о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Требования установлены на основании градостроительной документации, местных нормативов, правил землепользования и застройки. Последние и не позволят выпустить ситуацию из-под контроля. Карина Савяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.